А на даче, а на даче, всё попроще, всё иначе. А на даче, а на даче. Всем огромный привет! Дачный, солнечный, тёплый привет всем-всем-всем нашим друзьям, нашим подписчикам, зрителям нашего канала и гостям, кстати, тоже. Мы рады вас приветствовать на нашей даче. Час назад приехали, пока быстренько сумки раскидали туда-сюда и захотелось перекусить. Дорогая редакция тут вот рядышком вас приветствует. Дорогая редакция категорически приветствует всех. Да. Ой, сегодня приезд на дачу категорически порадовал. Вот только зашла и прям вот порадовал глаз сразу. Поэтому я сегодня довольная, счастливая. У нас я есть не хочу. Игорёшку сейчас быстренько покормлю. У него такой перекус. Доширак, овощи и его любимая штучка. Кстати, очень хорошая штучка. Вот, смотрите, вот эта штучка. Да. А я, а я, мои хорошие друзья, у меня кофе. Смотрите, какой стакан. Потому что я утром как позавтракала. Хачапури ленивый. И всё. А сейчас не хочу есть. Жарко. В дом зашли там 27 градусов. И смотрите, что у меня. Какая вкусность. Надо быстрее есть, а то растает. Это мороженое. Открываю. Вот такое вкусное. Буду есть. В общем, только зашла на участок и уже всё. Глаз радуется. Мы обязательно сейчас у меня пройдёт кофе-брейк. И мы обязательно прогуляемся. Правда, будет тень опять кругом от меня, потому что солнце светит. Ну, первое, что прям не терпится мне вам сказать, мы купили газонокосилку. Но купили не аккумуляторную, а по вашим советам электрическую. И мне кажется, сделали правильно. Так, я ем мороженое, чтобы не чувакало на камеру. И мы с вами встречаемся вновь. Кстати, скажу вам, что ем замороженое. Мороженое, молочное, протеиновое. С фундучной пастой, арахисом в шоколаде и шоколадной крошкой. Ореховый бум. Бомбар. Всё тот же бомбар. Мы зашли в магнит, купила. Здесь на вот эту всю баночку 179 калорий. 15% протеина. Так что очень полезно. Буду наслаждаться, а то растает. Обалденно вкусное мороженое. Съела, вот, допиваю кофеёк. И вообще-то мы сегодня не должны были приезжать на дачу. Потому что у нас сегодня, точнее завтра, должны были состояться крестины. Но мы их перенесли. Точнее не мы, а наши кумовья. На девятое. Поэтому хорошо, что мы приехали. А не приехать мы не могли, потому что у нас всё сгорело. Пробежалась по участку. Уже посмотрела, земля сухая. Но сейчас поливать нельзя. Время второй час. Будем ждать вечера. Поставила на зарядку свой оприскиватель. Купила скор, купила биатлин, купила фитоверм. Буду попшикаю ещё раз растишки свои от болячек. Вот. Поэтому приехали сегодня. Должны были, наверное, выехать вчера, но не получилось. У меня закончился учебный год. Именно учебный год. И финалом. Окончание учебного года был наш фестиваль детского творчества «Радуга». Прошёл исключительно замечательно. Мои девочки просто молодцы. Очень чистенько и красиво станцевали. Я, может быть, сюда вставлю этот номер. Обалденно. Получилось красиво. Я довольна, как слон. Вот. Все, что было много лет назад. Сны цветные бережно хранят. Очень. Сны цветные бережно. Детство. Детство есть. Детство наше давно. Про что? В прошлой жизни бывает. Про что? Лето, осень, зима. И нет весны. Но хранят до весны. Депло. Но хранят до весны. Депло. Наши детские сны. Детский сны. Чудесная страна. Будем всем до старости нужна. Только жаль, что нам, когда взрослеты, Редко снятся дети, Сны цветные бережно. Сны, где слезно живете? Чудесная страна. Сны, где свободы остались? С небес. С небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы купили электрическую газонокосилку Я вам обязательно ее покажу На 1800 ватт с уровнями Стоила она 15 с хвостиком Там была за 12, но она без уровня Так как у нас участок не совсем ровный Мы решили купить сразу Чтобы выставлялись уровни 35-40 литров травосборник Я вам ее покажу, сделаю небольшой обзор Я плохо разбираюсь в технике И сейчас Игорешенька там пытается Там отдельно нужно было купить переходничок Я, конечно, хотела аккумуляторную Но подумала, что Во-первых, смотрела на Валберес Они все без аккумуляторной батареи То есть ее нужно было дополнительно покупать То есть они там стоили Самый такой бюджетный 1012 плюс еще десятка этот аккумулятор То есть, ну как бы И потом вы мне все почему-то Многие точнее Советовали купить все-таки электрический Кто-то про бензиновый говорил Но не надо заморачиваться о том Что хватит аккумулятора или нет В общем, включил в розетку И коси себе А тем более мне она, собственно говоря Нужна вот тут вот вокруг дома только Акаша Я решила больше не расстраиваться Вот что вырастет, то вырастет Что не вырастет, но так значит надо Все, включила Хватит стрессовать, депрессировать Включила оптимизм Вот впереди лето Наверное, еще это радует Впереди отпуск Думаю уже о поездке Потом вам расскажу Что и как И куда Так, июнь я работаю С 1 июля у меня отпуск Вот очень хочу С 1 июля прям На дачу, на дачу И уже Очень конкретно мне нужно убраться в доме Будем самолономерно С вами Разгребать дачные дела Вот, ну а сейчас допиваю кофе И идем с вами на небольшую экскурсию Кстати, если вы заметили Мы уже на улице Сейчас с торца дома сидим Потому что там уже солнышко И, в общем, открыли мы уличный сезон И ужинать сегодня я очень надеюсь Будем на улице Поставим свои свечи от комаров Кстати, дом еще не проливали От моих подружек Но мне кажется, они потихоньку проходят Потому что в прошлом году Их практически не было Ну, пролить надо Они обычно появляются в конце июня У нас, в принципе, еще есть время Они появляются в конце июня И весь июль И в конце августа Только в начале августа Вернее, только пропадают Вот это еще надо обязательно сделать Ну, короче говоря Как я уже говорила Планов куча Будем решать И выполнять намеченное Планомерно Ну что, девчонки Хочу начать С хорошей новости Которая меня порадовала У нас, мне кажется, ожила яблонька В прошлый раз я ее брызгала клещевитом И вот, мне кажется, про паутины клещ Вы мне писали И вот, мне кажется Ну, в любом случае, радует Появляются зеленые листочки Что сухенькое мы пообрезаем Вот эта ветка, наверное, все уже Вот, в общем В общем, порадовала Что она ожила Еще буду брызгать Или скором Или биотлином Или фитовермом Подумаю Вот, поэтому Вот решила начать С такой хорошей новости Которая меня очень порадовала Ну, очень нам было жалко Эту яблоньку Потому что В прошлом году Мы сорвали Был единственный плод И такой вкус Алинка тоже по поводу этого Очень переживала Ей очень понравилось Это яблочко наливное Красивое В общем, расти, наша красавица Расти, радуй нас Вот, оживай Оживай, просыпайся Так, ну и давайте Отсюда Ежевика, смотрите Цветет Ежевик отлично себя чувствует Ну, я по поводу ежевики Вообще никогда не переживала Потому что она Вот у нас, говорю Как сорняк Пускает свои корни Где хочет Когда хочет И сколько хочет Вот Хостом здесь тоже хорошо Не все, может быть Себя исключительно Замечательно чувствуют Вот Но Я в прошлый раз Поокашивала Их хотя бы видно За что я переживаю По поводу хост Девчонки За слизни Вот слизни Их жрут Тоже видела сегодня В магазине Но не стала покупать Мне кажется Еще не пора Слизни Они как-то вот Под осень появляются Так прям мощно Начинают жрать Мои листочки Поэтому Пока вот так Пока их только поливать Ну и опалывать Вот смотрите Хосточки прям радуют Появляются новые листочки Вон В общем Красота Да и только Здесь тень Все-таки хосты Любят тень Я имела неосторожность Понасажать Самые свои первые хосты На солнце И на солнце Им конечно Не комфортно Посмотрите Как этой Этой хосточке Хорошо Потому что Она себя Исключительно Замечательно Чувствует Радует А это вот Которая в прошлом году Покупала Новую Я ее называю Почему-то Королевская Не знаю В общем Все хорошо С хостами Это тоже не может Не радовать Все обязательно Только проливать Так В прошлый раз На черешне Обнаружила Тли много Сейчас вот Смотрю Проливала Сейчас смотрю Листочки Вроде бы чистые Но все равно Какие-то Вот есть Погрызанные То есть Обязательно Буду еще Проливать От болячек Вот Так Пробую Найти Тлю Пока не нахожу Что хорошо Хотя Нету Хотя Что-то Мне кажется Я тут видела Ну ладно Я потом Поподробней Осмотрю Деревце Так Малинка Малинка Тоже я ее почистила От муравьев Насыпала В прошлый раз Брос Вот У нас кстати Обещают дожди Завтрашнего дня Но может быть Они не везде будут Мы в прошлый раз Уехали И попали под сильный дождь Вот я думаю Здесь был он или нет Потому что везде Все сухо Я очень переживаю Что вот если вот Нас неделю не будет А получается даже две Что все нахрен Погорит Но Еще раз говорю Стрессовать больше Не буду И конечно же Хочу похвастаться Вот этой красотой Зацвела Турецкая гвоздика Несмотря на то Что здесь Смотрите Какая сухая земля Как она красиво цветет Все таки Я абсолютно не жалею Что посадила ее Более того Скажу вам Ой мне кажется Она так пахнет Скажу вам Что я ее буду сажать Очень красиво она цветет Красивые цветочки Листочки Так Это малинка Что-то листочки Позакручивались Тоже буду брызгать ее Так Расцвели ирисы Смотрите какая Ну вот как можно было Сегодня зайти И расстроиться Нет Я сегодня зашла И вот радуюсь Смотрите Ирисы Они долго цветут Так Ну мне кажется Яблонька прижилась Наша Тоже будем ее Обязательно проливать И листочки По листу пролью Естественно Полью Так Ну седум тоже себе растет И растет Не знаю Посадили его Вика дала Так Вот еще куст ирисов Лилия Ой Лилия Лилия Что-то не очень себя чувствует Тоже буду ее проливать А вот это лилия Смотрите С детками Лучше себя чувствует Гораздо Так Пионы В муравьях Посмотрите Буду тоже Муравьи прям пионы Любят что ли Буду тоже Сыпать брос Раз Бутончик Два Бутончик Порадуйте Нас пионы Три Бутончик Весь в муравьях Вот тут вот Четвертый Маленький Ай Муравьи Так Тоже смотрите Все сухо Там Ну я их И кормила Пролонгированным Удобрением Ай Муравей сидит И кормила И Тоже по моему А нет Сюда брос Не сыпала Вот надо Насыпать Так Кустики Пока листочки Мне тоже нравятся Но тоже буду Брызгать Вот Что-то больше Я не вижу Завязи Бутонов Тут только два Ну хотя бы Хотя бы Потому что В прошлом году У нас был Только один Цветочек Так Цини Растут Потихоньку Ну за цини Как я говорила Вообще всегда Не переживаю Они Хорошо себя ведут Хорошо себя ведут Их только поливай Так Моя грядка Могу сказать Что любимая Одна из любимых Так Здесь розочки Мне кажется Тоже они оживают Тоже оживают Поэтому Будем надеяться Что с ними Будет все В порядке Это вот Петунья Есть листочки Какие-то Не очень Но в общем-то Смотрю Зелененькая Пусть растет Лилия Вот розочка Пока Листочки Хорошенькие Даже Смотрите Бутонируются Уже Бутонируются Значит розочка Живая Очень рада Очень Вот тоже Петунья Надо будет Прополоть Вот Петунья Прополоть Эту грядочку И вот она Гвоздика Ну красота Вообще Просто Красотень Красотенская Так Здесь Вот тоже Розочка Смотрите Пошла в рост Там Внизу Что-то Не очень Как бы Но вот это Вот новые Молоденькие Листочки И мне кажется Цветы Тоже будут Гвоздика Девчонки Как я рада Что она у меня есть Буду сажать еще Смотрите Какие цветочки Класс 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 Вообще Все только Эту грядку Обязательно Прополю Порыхлю И Полью Так Хосты 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 Вот этим хостом Жарко Здесь Девчонки Жарко Это вот мне Соседка Лена Давала Так Черешенка Тоже Проливала ее И буду проливать Ну вроде Листики Зелененькие Тут что-то Вроде растет Так Вот тут Хостом Жарко Конечно Жарко Но Они среди Хвойников Так хорошо Смотрится Вот эта хосточка Красивая Большая Тоже буду Поливать Я вот эти вот Листочки Которые Гореленькие Я их потом Срезаю Вот так Немножко Варварски Но обрываю Вот эти вот Нехорошие Листочки Туйка Ой Туйка Я уже до тебя Не достану Чтобы сверху Тебя полить И пинчиком Только под корень Буду Мне не нравится Здесь Можжевельник Что-то он Совсем Захерел У нас Девчонки Но опять-таки Не знаю Может быть Отойдет И проливала Уже его И цирконом И Не знаю Прям жалко будет Если Если все Так Тоже Хосты 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 Тут хоста Оживает Самшит Мне кажется У нас Мне кажется Я вот что-то так заглубила Вон они Зелененькие Листики растут Ну пока Как бы здесь Хвастаться Нечем Но оживает Хотя бы Хотя бы Живой Вот хосточка Тоже хорошенькая Так Смотрите Девчонки Лилейник Набрал цвет Один уже Даже Распустился Распустился Сейчас я тебя Сфотографирую Ой Тень моя Тень моя Так А вот тут Что-то я вообще Не вижу Цветочков Пока только Одна ботва Ну ладно Лилейники Пока цветочки Набирают Гортензия Меня радует Гортензия Она тоже Проснулась Тоже пытается Радовать нас Ну в общем-то И радует Тоже обязательно Пролью Паутины Сколько Вот Так Это то Что по саду Вот Лилейник Тоже Так Здесь Цини Растут Потихоньку И здесь Цини А здесь Георгины Девчонки Что-то Бархоток Я не вижу А вот Начинают Появляться Ну совсем Что-то Чуть-чуть Поэтому Рыхлить Я скаты Не буду Боюсь Но Георгины Этот Пока Не буду Трогать Опять Таки А вот Этот Буду Выдергивать Потому что Он Все Сказал Мне Все Видите Что Все Сюда Будем Саженец Покупать Точнее Рассадный Георгин Вот Ну и Что-то Вот Я не вижу Бархоток Здесь Тоже Здесь По кругу Бархотки Но Тоже Пока Не буду Рыхлить Не буду Трогать Так А этот Георгинчик Пошел Но Тоже Все Сухо Скаты Вообще Пока Трогать Не буду Поскольку Не видно Еще Росточков Так Ну а Вот Она Наша Жасминка Которую Мы Тоже Будем Выдергивать Все Она Нам Передала Огромный Привет И Сказала Я Расти Не Буду Ну Нашли Мы Тебе Замену Тоже Розовенькую И Тоже Сюда Посадим Так А Вот Это Роза Империал Чувствует Себя Лучше Ну Во-первых Она В тени Вот Она В тени Тоже Паутина Будет Медленно Расти Но Верно Так Девчонки Пойдемте Покажу Вам Наш Агрегейшн Новый Она Еще Не Собрана Игорюшка Там Пытается Со Шнуром Разобраться Так Кстати Купили Мешок Земли Пусть Будет Вот Она Такая Косилка Вот Они Эти Уровни Про Которые Я Говорила Вот Он Травосборник Огромный Я Знаете Что только Я хотела С пластмассовым Травосборником Пластмассовый Травосборник Но Купили Вот Такой Сказали Что Служит Долго И Верно Но Посмотрим Такая Ручка Так Включается Вот Сюда Переходничок Вот Который Мы Взяли В общем Кстати Как она Хоть Называется Как она Хоть Называется Вот Ее Название Вот Я В ней Все равно Ничего Не понимаю Мне Лишь бы Она Косила Ну Пойдемте В огород Кабачочки Кабачочки Пошли Кабачочки Ура Раз Кабачочек Этот Похуже Себя Чувствует Его Надо Пролить Как О Что-то Мне кажется С него Не будет Дела Ну Ладно Нам Хватит И двух Кустиков Хвостиков И Вот Кабачок Так В скатах У меня Здесь Кинза Кинза Угу Здесь Петрушка Что-то Слабовастенько Входит Поливать Надо Чаще Укроп Из банки Я так Его называю Вот А вот Этот укроп Который Я сажала По-моему В прошлые Выходные Нет В позапрошлые Наверное Смотрите Как Зашел Все Надо Пролить Как Следует Так Здесь Не помню Что сюда Сажала Девчонки Рукола Шпинат И Салат Пока Пусто Чесночок Чесночок Мне нравится Я Наверное Прополю Его Тоже И пролью Между ряде Еще Вкусностями Прям Зелененькие Листочки И такие Прям Ух Тьфу На тебя Чеснок Расти Раду Нас Редиска Бедная Вся Засохла С елками Палками Но Хотя бы Просматриваются Редочки И она Есть Аж Потрескалась Земля Смотрите Ой Ну Это хорошо Что на следующей Неделе Если будет Дождливая Неделя Это Очень Хорошо Так А здесь У нас Свекла Морковка И все Свекла Морковка Ни того Ни сего Не видно Пока Хотя Хотя Что я говорю Вот же по-моему Свекла Да Вот она Нет Свекла Взошла Вот Свекла Вот она Так Это Морквы Не видно Она Может Чуточку Дольше Будет Не полоть Здесь Страшно Блин Чтобы Не выдернуть Ну В общем Девчонки Говорю Что вот Этот приезд Меня только Зашла На участок И прям Порадовалась Лебесточек Растет А это Все уже Заросло Тут были Грядки И смотрите Ой Какая Красота Ура Мы все Таки Увидели Как на нашем Участке Цветет Спирея Во Она пахнет Ой Пахнет Тоже медом Мариночка Мордовина Привет Тебе Она когда Показывала Как у нее Цветет хрен Мне кажется У меня через телефон Запах меда Я чувствовала И вот Мне кажется Спирея Тоже она С таким Медовым запахом Нет Кто У кого Спирея Кажется мне так Или все таки Нет Вот прям Пахнет мне Тоже медом Мариночка Приветик тебе Огромный Вот она Спирейка Увидели Как все таки Цветет Ну Подзаросла Конечно Тоже надо Пролить Так Хосточка Здесь Ой Хосточка Тебе здесь Тоже жарко Тоже тебя Надо Обслужить Так Ну Чтобы вы понимали Это здесь Я знаете Так вот Посадила Вообще Я буду Облагораживать Вот эту зону Я уже вам Говорила Много раз И лилейник Все Все вам показала Рассказала Но вот та сторона Вот эти ирисы Вижу Гвоздика Виднеется Которая Цветет Вообще Не может Не радовать Чуть-чуть Расстраивает Можжевельник Потому что Смотрите Тритуйки стоят Зелененькие А можжевельник Прям коричневый Ну ладно Ладно Попробуем его Оживить Если нет Ну купим новый Потому что Можжевельничек Очень хочется Что брос на участке А может быть Вторую такую Туда посадим Шаровидную дуйку Пойду еще Полюбуюсь Гвоздикой Как она мне нравится Ой Тоже Маришка По твоему совету Ведь сажала И так я боялась Что ничего с ней Не будет А вот Все как ты говорила Красота Красота Ну что Ну что Вот Прошли мы с вами Прогулялись Сейчас жду Хочу опробовать Агрегат И Как только Сядет солнышко Надо будет Поработать На участке Сейчас даже Полоть не могу Потому что Земля сухая Вот Поэтому Пока буду Наслаждаться Красотой И слушать Птиц А может Сейчас пойду Еще кофеешку Налью себе Выпью Вот Такие дела Такие дела А я вам Петуни не показала Они у Вики Игореш Открой мне Пожалуйста Калитку Петуни заберу Ну вот Одна Вообще Прям Неплохо Неплохо Себя чувствует А вторая Ну как бы Нормально Пролить надо Хотя Они у Вики Стояли Они Такие Не сухие Сейчас я их В тенечек Занесу В тенечки Пролью Прям сразу же Вот А разрастутся И повешу их Тоже Все в паутине Все девчонки Жду Когда Игореш Разберется С косилкой И попробуем С вами вместе Вот А сейчас пойду Пока Еще наверное Чашечку кофе Себе налью Есть вообще Неохота Жарень Ой Ирисы Ирисы Ну пойду Еще я туда Я прям не могу Меня сюда манит Меня сюда манит Вот в эту красоту Меня манит Ирисы Красивые Я сегодня Когда мы по рынку Гуляли Видела ирисы И фиолетовые И желтые Что-то мне захотелось Еще Они такие тоже Непривередливые Так хорошо растут И может быть Вот знаете В какую часть Их посадить Там вот где спирейка Я же там цветник Тоже буду делать До лебесточка У меня будет там цветник И вот думаю Все таки Наверное Посадить еще ирисов Они говорят Настолько тоже Такие Растут себе И растут Ай красота Вот В общем Порадовалась я Вместе с вами Фигурки девчонки Выставлять не буду До отпуска Вот Потому что Их туда-сюда Заноси Они стоят в душе Я поэтому Когда уже в отпуске Буду Приеду сюда Я помою душ Помою туалет Вынесу фигурки Их кстати Тоже надо будет Ополоснуть А одну фигурку Нам прямо таки Надо обновить Гриб Он там совсем Облез Вот И уже тогда Буду выставить Потому что здесь Трава постоянно Так как мы пока Редко приезжаем Поэтому надо Навести порядок И уже выставлять Фигурки И все И до закрытия сезона Будут они у нас стоять Вот Все Хорошего дня Субботнего Еще встретимся Обязательно с вами Так Внимание Пробуем Кнопочка Поехали 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 Люля косит Люля косит Люля косит Люля косит Люля косит Люля косит запах со свежескошенной травой ну класс приноровиться просто к проводу надо а так мульча будет газон красивый будет мульча это самое главное самое главное этому такая вот травка муравка получается ой хорошо сейчас она подсохнет и я ее буду на растишки точнее под растишки меленькая скошенная травка муравка это мы еще делали не на самый низкий уровень скажем далеко не на сам мульчина собирала подсохнет будем уезжать буду раскладывать под растишки девчонки ну что хочу сказать конечно вот пока прошла вокруг дома прокосила еще знаете так грубо говоря рука дрожала ну вот я покосила не весь участок можно сказать серединку но мне кажется разница колоссальная когда косишь триммером и когда косишь косилкой во первых вся трава собирается в травосборник участок ровнее становится гораздо гораздо ровнее и вот здесь уже когда я вот вот видите тоже пооставляла видно вот кусочки пооставляла вот но как бы я торопилась ее как бы опробировать у нас сегодня в планах косить участок не было вот хотя видно вот где здесь пропускала в углах не косила между грядками не косила но вот попробовала серединку скажем так на серединке училась и уже все приноровилась к проводу уже все внимание у меня как бы сконцентрировано на нем не боюсь я что он попадет под косилку но все равно надо быть конечно же внимательно а вот сторона осталась некошенная то есть как бы как бы вам показать чтобы вы уловили разницу мне кажется она и так уловимая невооруженным взглядом вот вот это то что как бы некошенная вот видно что она высокая и вот покошенный участок вот я конечно не у забора вот вот у забора нигде вон там тоже вон травку высыпала здесь нигде триммером я вернее косилка не проходила и горешка тоже вряд ли будет проходить триммером триммером говорю у нас в планах не было косить на этой неделе но вот так вот просто я ее опробовала хочу сказать действительно как катишь колясочку очень легко управляешься и поэтому вдруг если когда игореша не сможет приехать 1 не сможет приехать 2 он как цветет спирейка видно вот я вполне могу ну хотя бы вокруг дома хотя вот я тут полчаса даже меньше чем полчаса и практически серединка участка целая и это самое главное для меня принципиально когда одуванчики то есть на паре когда они желтые их нужно уже скашивать и чтобы трава попадала в травосборник и тогда они не будут опыляться а потом постепенно ну сеть газон наверно потому что вот они попадаются все равно вот эти одуванчики они все равно как ни крути попадаются но на самом деле очень я довольна очень вот ну что солнышко потихоньку прячется сейчас будем поливать а завтра уже наверное с утра полоть и сажать розу я так думаю сегодня вряд ли будем ее сажать уже на закате вот так что девчонки косилкой довольна газона косилкой вот вытряхнула ее единственное меня все-таки немножко смущает что тряпочный из ткани тканевый травосборник все-таки я хотела чтобы он был пластмассовый но уверили нас в магазине мы покупали ее в магазине в садовом что прослужит долго но вот она естественно вся запылилась там да и здесь тоже я такая думаю сейчас ею на мою а потом ловлю себя на мысли блин еще мыть не хватало газонокосилку здесь на даче ну в общем понравилось игорёшка мне вот приспособил вот эту штучку то есть она висит но будет по-другому у нас будет другой шнур длинный вот но очень я довольна и успела я практически весь участок покосила чуть-чуть вот у забора осталось вот видно но не страшно даже если не покосим а то может быть и завтра обещали дожди передавали как раз только собралась поливать пролила три ската кабачки и ливанул дождь как же хорошо дышится как же классно единственное конечно нам шашлык жарить дождик прям такой не хилый не хилый не хилый но прибьет пыль и вроде как ту неделю дожди ну пусть пусть немножко надо потому что как было жарко и душно это вообще с чем-то что-то ой мы уголь не убрали а ну ладно ой красотень успела покосить правда мульчу теперь мою я ее к забору высыпала чтобы она просыхала сейчас ее дождик польет ну ладно девчули единственное у меня же было в планах опрыскивание моих растишек но теперь естественно естественно это бесполезно потому что дождь вот может быть завтра утром хотя я знаю что вроде как нужно это делать вечером после заходим как бы чтобы солнышко села вот поэтому но наша главная задача на этот приезд это полить нужно было полить не покосить не поудобрять а полить вот но вот как то значит наша задача игорюша отдыхать до сладкий приедет вика будем сядем у нее на беседке скорее всего если она приедет если нет сядем в доме вот поэтому я думала что если погода даст вечером пролить и поопрыскивать деревья но раз такая погода дождь прольет опрыскивать не буду единственное что может быть завтра утром еще польем потому что этого будет мало вот это дождь это только вот знаете сверху он прибил поэтому завтра если что с утра еще прольем вот и по поводу полой тоже но естественно не будет дождя завтра утром может быть короче говоря по факту девчули ну вот видите пошел дождь значит надо что отдыхать значит наслаждаемся и отдыхаем радует что покосила ой мам дорогая какая красота на часах начала восьмого и вот прошел дождик и в доме так свежо стало ну как свежо намного прохладней хотя мы вот уже вынесли вентилятор так мы потихонечку собираем стол и горешка разжигает мангал я уже сделала салат здесь салат у меня что здесь что 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 здесь руккола помидоры черри и сыр сертаки кстати сыр сертаки больше покупать не буду не нравится весь он видите формы нет абсолютно кое-как вот разбросала и поливать салат буду вот этим соусом очень вкусным и ароматным пока он настаивается это будет непосредственно перед подачей на стол нарезала сыр брынзу вот на листья салата положила помидорки здесь вот такие красивые будут овощи и зеленый лучок что у нас на мангале я конечно потом покажу на мангале у нас будет рыба скумбрия курица знаете как цыпленка табака табака и горешка по моему будет делать не знаю может конечно ее разрезал но при мне вот он ее мариновал целенькую и колбаски и овощи из овощей грибы перец болгарский кабачок и помидоры по моему вот поэтому в прошлый раз мы приехали викусь к нам уже практически поляну накрыла а в этот раз мы ее будем ждать но сидеть будем у нее то есть она часов 9 приедет к тому моменту же игорешка должен все пожарить и сразу сядем за стол будем ужинать болтать и наслаждаться а у нас опять дождь он то идет то не идет игорешки правда мешает с мангалом возякаться а я наслаждаюсь значит мне сегодня отдыхать вели на так а у нас уже доходит до 9 с минуту на минуту викуся приедет обещала вам показать что у нас тут на мангале так рыбку грибочки показала кабачок помидорки перчик и курочка с колбасками фотографирую поют птицы тишина дождик убежал закат какой хочу приблизила показываю зарево красота так ну и что завтра если даст погода сделаю намеченное у меня там кабачки обломились я поставила подпорки пока сейчас покажу вот этот вот видите совсем тоненький и не знаю что с него будет на всякий случай завтра еще одну семечку сюда брошу а вот сюда поставила подпорочки такие но либо земли завтра сюда до доложу он века приехала либо травы мульчу вот и сюда тоже вот тоненький мало надо было заглубить побольше но теперь уже что будет но в средний в среднюю лунку точно семечку еще одну кину векуська приехала сейчас будем встречать и за стол садится кукушка кукует красота какая вот розочку у вики забрала роза плетистая розариум иютер сэн правильно название сказала сейчас пойду корешу так что вот такой вот у нас стол и всем кто ужинает сейчас только это все перенесется к вики и всем кто ужинает приятного аппетита аппетита по моему все очень круто приятного аппетита всем нам еще раз кто ужинает и отличного субботнего вечера всем самого доброго утра сегодня у нас воскресенье 2 июня второй день лета на улице смотрите только проснулась вот только-только проснулась и быстрее за телефон хотела вам дать послушать хор турецкого птицы я шучу конечно птицы как заливаются птицы на улице достаточно пасмурно но так тепло поэтому наверное время полдевятого как вы видели поэтому наверное испалось так хорошо наверное будет дождь нам обязательно надо будет посадить вот эту красоту вон туда все корешок отмок надо будет сажать розочку вот это надо обязательно сделать и что я хотела попроливать деревья но не знаю похоже что будет дождь чтобы это не было напрасно подожду пока пока сейчас пойдем с вами завтрак готовить только что кукушка куковала хотела вам дать послушать блин вот утро на даче это наверное тоже одно из моих любимых как правильно сказать моментов потому что это же вообще красота тишина птицы поют все просыпается это еще не рано полдевятого уже это вот когда я вставала на даче в пол четвертого в четыре но не специально так надо было вот это было конечно утро утром вот кукушка расистая трава по ней можно было походить босиком красота не жарко сейчас хорошо ой девчонки пойду потихоньку готовить завтрак кстати горешка не поверите еще тоже спит мы вчера очень хорошо посидели опять долго но нет вчера не до трех часов конечно где то наверное уже я в час пришла горешка раньше пришел посидели поболтали в общем спускается горешка в общем хорошего всем денечка пойду я готовить завтрак ну что же наши планы немножко хотели позавтракать с горешкой на улице дождик пошел уж не знаю надолго он но вообще сегодня передавали сегодня и завтра передавали дождик поэтому оно и парит ты чувствуешь и гореш как парит да не не парит нет да это такой дождик курим ну все равно вот так то вроде вот там уже прям просвет 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 тучки все убежали куда то вон туда вот поэтому наверное мы сегодня сможем только посадить розу вот наверное может быть еще пролить кое-что придется а может быть и нет пролить можно только яблонь обе яблоньки ну давай попробуем так решили все таки не рисковать и позавтракать в доме чтобы потом с тарелками не носиться с улицы сейчас даже солнышко выглядывало но погода не стабильная поэтому решили завтракать дома ну и завтрак у нас очень обычный у меня как правило это овсяна блин вот с рикоттой и с абрикосовым джемом только я хочу сказать что вот этот джем он прям на раз-два очень быстро заканчивается так кофе конечно же ароматный кофе у игорюшки глазунья его любимая это вот то что с вечера осталось здесь овощи лучок немножко салата кстати салат вообще этот убегает который с руккола сертаки до есть надо здесь рыба грибы но понятно это не на завтрак это вот все что осталось это будем доедать в течение дня что не доедим заберем домой вот такой вот у нас завтрак и на часах у нас начало 10 10 минут поэтому всем приятного аппетита он птички со мной в голос поют и будем смотреть по ходу пьесы что делать как погода потому что вот только что опять крапал дождь потом резко выглянуло солнышко и в общем то мы решили завтракать в доме приятного аппетита еще раз семьи отличного настроения доброго здоровья всего 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 ну что дорогие друзья у нас время второй час мы уже потихонечку как бы собираемся скажем так и хочу вам показать и рассказать что сделала начну с огорода что сделала в огороде в общем поливать не стали потому что вроде как обещают дождики вот здесь ничего не делала не рыхлила не поливала не удобряла вот видно свеколка ее немного но нам много и не надо я в принципе много и не сажала вот морковку пока не вижу редисочку междуряди сделала и в междуряди пролила удобрение которое вам тогда показывала для редиса огурцов кабачков вот немножко так подкормила тоже хорошо просматриваются рядочки прополола прополола порыхлила чесночок чесночок пока чувствует себя неплохо можно было бы по листу пролить какой-нибудь вкусняшкой но уже не в этот приезд здесь не полола ничего не делала потому что жду всходов вот по-моему знаете у меня потихоньку выпрыгивает руккола здесь руккола салат и шпинат посажен вот руку вот немножко видно эту грядочку тоже прополола и порыхлила в принципе земля влажная так далее я немножечко пролила кабачки и немножко их подняла в плане вот потому что он уже ломался я подпорочку делала вот но сейчас вроде бы так не должны они уже поломаться и обложила мульчой вот здесь вообще не знаю здесь дохленький он какой-то видите переломанный вот но оставила что будет нет значит нет суну потом семечку в этот раз не стала делать этого и здесь тоже подняла пролила и замульчировала так все далее мы посадили розу мы посадили розу тоже я ее немножко замульчировала травкой ну уже знаете как есть мульча и надо ею пользоваться активно пусть растет и радует нас жасминка нас очень радовала так вот чем я подкормила редиску одну столовую ложку 10 литров воды развела и между ряде пролила так дальше девчонки и мальчишки кстати вот он корень от розы тут уже все безнадега полная даже то что было зелененькая вот он то есть дело бы не было все равно поэтому получилось что получилось замульчировала гортензию вот так по периметру я знаю что нельзя мульчу класть близко к стеблям чтобы они не горели поэтому вот замульчировала я так делала в принципе там кора у корней а здесь вот травка муравка так порыхлила вот эту грядку и я сбрызнула розы скором потому что здесь вот внизу листочки прям мне кажется были такие в пятнышках прибаливали вот меня смущает вот это что это что это стоит ли это срезать или так должно быть потому что что прям вот прет у тех кустиков такого нет в общем сбрызнула скором порыхлила эту грядочку все кустики сбрызнула скором несмотря на то что здесь вот бутончики есть несмотря на то что все-таки белый день как бы желательно это делать вечером но все-таки я это сделала на свой страх и риск вот порыхлила эту клумбу с этой клумбы ничего не делала потому что еще очень маленькие росточки побрызгала скором тоже пионы они все в муравьишках были сейчас вот смотрю чистый бутон и просыпала брос от муравьев туда вот и сюда тоже и сбрызнула то прям тут все бутоны были в муравьях не знаю любят они пионы тоже побрызгала лилию раствора было много и вот эту лилию побрызгала яблоньку побрызгала тоже скор не скор а брос насыпала замульчировала малинку кстати здесь тоже что-то видите листочки стали заворачиваться я ее тоже побрызгала и много было муравьев сюда тоже насыпала брос у яблоньки тоже еще вон заменили мы кстати ловчий пояс здесь и насыпала броску и здесь малину замульчировала вот это же скором побрызгала и малину вот и черешню еще потому что в прошлый в прошлый раз на черешне было столько тлину скоро он не так от ли как вот от мучнистой росы парши и что-то там еще было написано но я так листочки просмотрела в принципе листочки чистенькие все я прям вот внимательно осмотрела их тоже заменили ловчий пояс вот свеженький не знаю видно вам нет и насыпала брос в принципе все все что сделала за этот приезд вот сейчас уберу инвентарь все поубираем и будем собираться потихоньку но пообедаем будем потихонечку собираться надеюсь что за наше отсутствие здесь ничего плохого не произойдет растишкам будет комфортно вот ну и питоне конечно же отнесу к вики потому что то не зачахнут совсем хотелось бы все таки поскорее в скаты чтобы у меня тут впереди дома заиграли яркими красками так и вот эту розочку тоже смотрите как я замульчировала а здесь вообще очень удобно здесь стоит вот это зеленое ограждение вот кстати ее тоже побрызгала скоро и вот так вот я насыпала травки думаю она есть теперь у меня газонокосилка она есть почему бы не пользоваться этим замечательным методом который и удерживает влагу и убивает сорняк и в принципе потом это как вот перепревшая трава она как служит как как перегной вот насколько я наслышана об этом вот но и питоне вот это прям хорошо себя чувствует а это чудо хиленькая но я их вики отнесу пусть она их проливает все девчули красотули будем собираться вот ну и погода то с утра то дождь то солнышко но вот сейчас выглянуло солнышко прям стала чистая небушка я думаю что он если и пойдет то ближе к вечеру как вчера тоже парила парила потом как ливанула все у меня сейчас кофе брейк обед и собираемся мы собрались время 15 минут 4 сегодня немножко пораньше но вроде как все дела запланированные сделали очень жарко вот может быть дождик опять пойдет не знаю прям парит поэтому на этом дачный влог буду заканчивать до новых встреч всем хорошего воскресного дня продуктивной недели кто работает и отличного отпуска кто уже отдыхает увидимся